А следующая новость касается государственно-частного партнерства. С нового года 25 государственных услуг передадут в неправительственный сектор. Волонтерам и без того активно работающим здравоохранением и соцобеспечением вскоре предстоит освоить довольно непривычные сферы. В аналитическом центре сейчас работает мой коллега Дмитрий Крюкович. Дмитрий, что изменится в сфере госуслуг? Вера, добрый вечер. То, что в следующем году неправительственному сектору передадут еще 25 госуслуг, по сути, означает передачу всех обязательств. Вместе с этим появятся новые рабочие места, и все мы надеемся, что улучшится и качество обслуживания. Что касается такого вида партнерства, оно, можно сказать, не новое, и такой опыт у государства уже есть. Почти 10 лет неправительственной организации довольно успешно занимаются охраной здоровья граждан страны, реабилитацией инвалидов и малоимущих, содействуют в трудоустройстве, оказывают помощь детям-сиротам. В общем, перечислять весь список можно довольно долго. Сейчас больше 20 видов услуг в здравоохранении и в социальной сфере оказывает именно гражданский сектор. Например, совместно с Министерством здравоохранения и социального развития мы посмотрели, что эти услуги на самом деле можно передавать, потому что уже у общественных организаций есть опыт в их исполнении. Мы все знаем, что общественные организации очень успешно с этим справляются и достаточно, может быть, иногда эффективнее, чем государство, поскольку имеют возможность привлекать дополнительные средства к решению данных вопросов. Но, пожалуй, больше всего общественники проявили себя в таком непростом деле, как патронат и уход за инвалидами, складывается тенденция, что сейчас в большинстве случаев помогают людям с ограниченными возможностями покупать те же коляски, протезы, гигиенические средства, обеспечивая санаторно-курортным лечением. Этот опыт был учтен, и поэтому со следующего года именно этот вид услуги перейдет к гражданскому сектору. Дмитрий, а почему государство передает право оказания услуг? Сыграл ли роль финансовый фактор? Нет, Вера, с бюджетом как раз все в порядке. Президент Казахстана дал поручение правительству ни в коем случае не экономить на социальных программах. Просто государству передача полномочий позволит сконцентрироваться на решении более глобальных задач. Понятно, что важные скрининговые или онкопрограммы останутся в компетенции профильных ведомств. А вот, как я уже говорил, поддержку инвалидов, детей-сирот или ту же профилактику здорового образа жизни вполне по силам осуществить общественникам. Это мировая практика. В Европе до 35% всех видов госуслуг оказывают именно НПО. Дмитрий, а не приведет ли это к увеличению стоимости услуг? Нет, Вера, представители НПО и профильных ведомств заверили, что цены не вырастут, а вот качество услуг и оперативность их выполнения должны стать лучше. В НПО нет большого бюрократического аппарата, они также могут привлекать средства спонсоров. Госструктуры этого себе позволить не могут. Все это подпадает под нецелевое использование средств. Мы сейчас должны увидеть НПО, которые уже созрели к этому, у которых есть материальная база, институциональная база, история, у них есть техническая база. Я не готовы предоставлять. Пожалуйста. Дмитрий, расскажите, какие новые услуги появятся в новом году и не будут ли они дублировать те, что уже есть? Нет, Вера, дублировать они, конечно же, друг друга не будут. В новом году планируется добавить еще 25 услуг. Известно пока только часть из них, остальные еще обсуждаются. Но вот, к примеру, неправительственный сектор окажет услуги по защите физических и юридических лиц. Волонтеры будут готовить население по специальным программам, как преодолевать последствия стихийных и техногенных бедствий, и, более того, даже окажут помощь пострадавшим, если такое произойдет. Также неправительственный сектор намерен помогать беженцам и вынужденным переселенцам, которые оказались каким-то образом на территории Казахстана. Вера. Спасибо, Дмитрий. Я напомню, на прямой связи из аналитической студии был мой коллега Дмитрий Крюкович.